Всем привет, вы на канале The Box. Меня зовут Болодин. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о электромобиле Citroёn, в существовании которого, вы знаете, вообще даже невозможно поверить. Ну, во-первых, потому что его можно водить с 14 лет. Ну, а во-вторых, потому что это очень маленькая машинка с такой же очень маленькой ценой. Ну и ко всему, это еще и очень доступный транспорт для города, который, а вы знаете, я вот вам не буду рассказывать. Смотрите это видео до конца и сами все увидите. А теперь давайте не тратьте время не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя, честно сказать, это как-то даже уже удивительно. Лайк, помчали. Ну что, друзья, у нас на канале было уйму разных распаковок, так маленьких коробочек от гаджетов, от телефонов и тому подобное, но такой распаковки у нас с вами еще не было. Заметьте, какая коробка. И хочу отметить, что в лучших традициях компании Apple никаких блистеров, только натуральные материалы в виде качественного картона. У меня сердце реально замирает. Как же я люблю это дело, друзья. Ммм, самое приятное, сдирать наклейки. Красота. Слушай, она такая маленькая вообще. Карапузик. Слушайте, тут столько места. Вообще неожиданно. И удобно сидеть, самое главное. Класс. Такой прикольный автомобиль, слушай. Хотя, знаете, все-таки с электромобилем, как мы его привыкли все представлять, я, наверное, все-таки погорячился. Это скорее такой электрогаджет на четырех колесах. Но, вы знаете, все равно выглядит, ну, нестандартно. Как минимум потому, что вот перед, например, и зад у него очень похожи. Даже вообще складывается такое ощущение, что конструкторы просто взяли и разрубили две машины пополам, потом сварили из передних частей новое авто. И для протокола это просто шутка. Никто машины здесь не рубал. И, кстати, что самое интересное, что весь автомобиль АМИ сделан из пластика. Ну, если точнее, то обшивка здесь пластиковая, а каркас уже, на котором держатся колеса, кузов и все остальное, сделан из стали. И вот благодаря вот таким вот материалам корпуса получается машина очень легкая. Ее можно, например, спокойно толкнуть одной рукой. Кстати, вместе с батареей вот этот вот автомобиль весит чуть меньше 500 килограмм. И, кстати, такая вот машина еще и будет очень дешевой в обслуживании. Ну да, потому что заменить пластиковую деталь ведь намного проще, чем, там, например, алюминиевую или стальную. Притом тут такая вот, видите, матовая поверхность, что даже если она и поцарапается, то это будет малозаметно. Ну, кстати, может это сделано для того, чтобы кинуть, например, эту машину в карман с ключами и не волноваться, что она там поцарапается. Ну вот за что, прям, вы знаете, респект дизайнерам Citroen, так это за дверь. Которую можно назвать, знаете, таким настоящим тестом на IQ. Ведь владельцу машины все-таки придется запомнить, что правая открывается традиционно, а вот левая уже против движения. Я вот, честно сказать, не понял, в чем здесь прикол, но вот садиться в такой автомобиль, вот с такой вот дверью, вот так открываемой, то довольно-таки удобно. Оп, все, и сел. Ну или не знаю, может Citroen просто хотели, чтобы вы себя хоть чуть-чуть, но почувствовали обладателем Rolls-Royce. Ну и второе, что бросается в глаза, это, конечно же, размер. Потому что по длине вот этот вот карапуз всего 2 метра и 40 сантиметров, а по ширине всего 1 метр 40. Так что для этой штуковины даже большой гараж не нужен. А в городе, например, не будет проблемы с парковочным местом. И вот в теории владельцы АМО смогут втиснуться даже боком между другими машинами. Ну или на крайняк, например, можно ее забрать себе домой и поставить где-нибудь там, например, на балконе вообще нет. Все же вы не думайте, что это слабенькая машинка, на которой можно только, не знаю, там, пакеты из магазина возить. Да, потому что мощности вот этого вот карапуза вам хватит даже перевозить грузы весом 140 килограмм. Ну, а тащить вот это вот все будет 6-киловаттный электромотор, который питается от аккумулятора на 5,5 киловатт-часов. И вот при таком вот движке и объеме аккумулятора машина может проехать 75 километров на одном заряде. И пускай, конечно, для междугородних переездов этого все-таки маловато, но вот для города я считаю, что это более чем достаточно. Но, если у вас есть, например, там, пауэрбанк или еще какая-нибудь там завалялась где-то парочка пальчиковых батареек, то это еще плюс 10 километров. Шутка. И, собственно, разработчики Citroёn и рассчитывали, что на машине будут ездить только в город. Ну, во-первых, потому что она капец какая маленькая. Ну, а во-вторых, потому что максимальная скорость Амикарго ограничена на уровне 45 километров в час. Притом машина еще и не будет превышать эту скорость. И даже если ее, например, гнать с горки. И начнет сама подтормаживать, если поймешь, что движется слишком быстро. Так что штрафы за превышение скорости с этим автомобилем вам не грозят. Ну, не знаю, скорее всего это сделали ради безопасности. Притом, к примеру, во Франции Амикарго разрешено водить даже 14-летним. А уже в странах Евросоюза нужно подрасти до 16 лет. Так что это такой себе, знаете, вот бюджетный вариант передвижения по городу для подростков. К тому же, такая машина может, например, понравиться туристам. Потому что в аренде она будет стоить дешево. И поэтому можно на ней спокойненько кататься по городу и рассматривать там разные достопримечательности. И парковаться на ней удобно. Хотя, вы знаете, на данном автомобиле, я думаю, что вы будете смотреться даже лучше, чем местные достопримечательности. И с вами туристы на этом автомобиле будут фотографироваться гораздо чаще, чем с памятниками. Все же, вы знаете, на этом плюсы Амине заканчиваются. И вот так как этот автомобиль создавался исключительно для города, то в Citroën добавили еще и несколько таких важных фишек. Ну, во-первых, он очень тихий. Что, конечно, скорее плюс для ваших соседей, чем для вас. Ну, и во-вторых, вот эту вот машину еще и можно заряжать вообще от любой розетки в 220 вольт. Ну, чем не гаджет? То есть вот чисто технически можно взять какой-нибудь, например, удлинитель и протянуть зарядку из своей квартиры. Так что вот в теории даже не нужно вам где-нибудь искать вот эти специальные заправочные места для электромобилей, которые даже в 2022 году еще нужно поискать. Иногда, не знаю, там проще найти, там пусть Мазерати на газу, чем вот такую вот электрозаправку. И, кстати, зарядник у вот этого вот гаджета-мобиля довольно еще и мощный. И аккумулятор заряжается всего за три часа. И это, вы знаете, даже впечатляет, потому что до сих пор есть смартфоны и ноутбуки, которые тратят на зарядку примерно столько же. Особенно, если мы говорим об устройствах с большим аккумулятором. И вот, знаете, тут бы самое время поговорить про салон этого автомобиля. Потому что, несмотря даже на свою бюджетность, тут много прикольных фишек. Но мы с вами поговорим о тормозах. А я тут при чем? При чем тут ты? Тут не единственный тормоз. Я про тормоз автомобиля. В общем, с Citroën использовали сразу два вида тормозной системы. И, значит, на передних колесах установлены дисковые тормоза примерно на 10 дюймов. А вот сзади поставили уже барабанные. И вот на скорости в 45 км в час тормозной путь составляет всего 7 метров. Что я считаю, в целом, неплохо. И, знаете, кстати, если тормоза у этого автомобиля откажут, хотя я в этом очень сомневаюсь, то при весе этого автомобиля вы сможете, например, открыть дверь и спокойненько себе притормозить ногой. О, кстати, друзья, полезный совет. Если вдруг, например, вы стоите в пробке, единственное, что делаете, это сигналите и материтесь, то не нужно этого делать, не стоит тратить свои драгоценные нервы. Просто зайдите на мой канал, включите мои видосы. Мало того, что развлечетесь, так еще и в комментариях пообщайтесь с вот этими вот участниками этой пробки. Не благодари. Ну и, наконец-то, мы с вами подобрались к салону. Заходите. И вот когда только садишься в машину, то вот сразу замечаешь, насколько здесь много стекла. Да, ребята из Citroën настолько заморочились, что даже на потолке сделали такую а-ля панорамную крышу. Что еще хочется отметить, так это то, что боковые дверные окна не регулируются, а просто вот так вот откидываются наружу. Ну, как говорится, дешево и сервисно. И, кстати, то же самое можно сказать и о сидениях, потому что сделаны они тоже довольно просто. И вот, грубо говоря, это такой пластиковый стульчик со спинкой и парочкой мягких вставок. Ну, насколько это неудивительно, получились они вполне удобными. И думаю, что вот сидя в таком кресле, можно даже перенести и длительную поездку. Все же стоит отметить, что спинка здесь не регулируется. И водитель, ну, разве что может это пододвинуться вперед или назад. И я вот думаю, что самые внимательные зрители заметили, что я довольно-таки нормально поместился в этой машине. А я на секундочку метр девяносто. И могу сказать, что вот в этой машине я прям себя не чувствую, как, там, не знаю, как слон в посудомойной. Пфу, как она? При том, чтобы не занимать вот это вот полезное пространство, Citroen отказались от привычной ручки переключения передач. И вместо этого оставили только три кнопки слева от сидения. Это значит драйв, нейтралка и реверс. Так что нажали кнопочку, вдавили педаль в пол и погнали. Вот мне интересно, вот где Citroen был, когда я сдавал на права? Вот где? Мне бы с такой коробкой точно хватило пяти попыток. Но вот что многих, я уверен, собьет с толку, так это вот почти полностью пустая торпеда. Ну, или так называемая передняя панель. Ведь тут вам только руль, цифровая приборная панель, которая показывает скорость и уровень заряда. Ну, а также кондиционер, работающий на обдув или там, например, на обогрев. Ну, то есть бардачка, там, например, аудиосистемы, прикуривателя и всяких других привычных вещей здесь нет. Так что, если вы, например, захотите повесить три иконки, то их тут вешать особо некуда. Придется полагаться на себя. Ну, а вы знаете, как говорится, это не баг, это фича. Да, потому что Citroen изначально хотели сделать, знаете, такой доступный и максимально простой в эксплуатации и обслуживании электромобиль. Но при этом они оставляют пользователю все-таки возможность добавить все необходимое самому. Так что не переживайте, для музыки вам не придется постоянно с собой возить гитару или баян. Ну, например, если вам хочется послушать музыку во время еды, то можете подключить Bluetooth-колонку и положить ее вот в такой вот специальный отсек. Ну, чтобы она не мешалась. Притом вы можете запихнуть сюда как свою колонку, точно так же и фирменную от Citroen, которая продается на их сайте. Ну, а если, например, захотите себе мультимедийный центр, то берете свой телефон и ставите его в встроенный держатель. Притом рядом с ним еще есть и порт USB, так что вам даже не придется искать вот этот переходник для прикуривателя. А тем более, что его здесь нет. Это логично, потому что хозяин электромобиля должен курить электронные сигареты. Хотя на самом деле, вы знаете, вообще лучше бросать курить. Ну, а вместо бардачка здесь такое углубление со специальными контейнерами. Там есть подстаканник со стеком для мелочи и небольшая такая пластиковая шкатулка с подставкой под гаджеты. Так что, по большому счету, отдельный бардачок здесь и не нужен. А к тому же, это еще и не обычная версия Ами, а особая Амикарго, которая создана исключительно для перевоза. Так что, вместо пассажирского сидения, здесь такой большой отсек для груза. Но вот что реально минус, так это отсутствие зеркала заднего вида. И вот чтобы сдать, например, назад, нужно прям поворачиваться и смотреть, что у тебя сзади. Так что, пускай, конечно, Ситрея на Амикарго не выглядит, как какая-то там пацанская тачка, которая делает вас круче в глазах прохожих. Но это очень интересное решение. Особенно в качестве первой машины. Во-первых, она маленькая и маневренная, что отлично подходит для города. Но, во-вторых, она быстро заряжается, при том даже от обычной розетки в 220 вольт. Да, я прекрасно понимаю, что зарядок для электрокаров сейчас стало намного больше. Но их же все равно нету, так что были прям там в каждом дворе. Мало того, у Амикарго есть еще и большой плюс в том, что вот этот провод для зарядки, у него встроенный. И его не нужно отдельно возить в багажник. Ну и в-третьих, напомню, что эту машину в Европе можно водить с 14 лет, что же звучит, конечно, невероятно, но это факт. Да, потому что движок здесь маломощный и подобные транспортные средства можно водить даже несовершеннолетним. И я напомню, что выглядит Ами как игрушка, но это полноценное транспортное средство, которое выполняет главную функцию авто. Это быстро доставляет вас из точки А в точку Б. Нет, вы знаете, вот из точки А в точку Б это все-таки метро. А вот с Амикарго можно в точку А, в точку Б, С и, короче, вообще по всему алфавиту. Пошли. Да и ко всему, вы знаете, этот гаджет еще ориентирован и на бизнес. Притом, неважно какой там, малый, средний или крупный. Ну, во-первых, с таким транспортом проще и безопаснее перевозить товар. Ведь здесь есть отдельный отсек для посылок, крыша и еще и закрытый салон. Притом, для комфорта доставщика установлен еще обдув салона и печка. То есть, мерзнуть там, например, или жариться он не будет. Ну, а во-вторых, на Ами легко наклеивается брендовый логотип. Притом, когда дизайнер, например, придумает что-то новенькое, то старую наклейку можно быстро снять и поставить новую. И вот, по слухам, в Украине вот такой вот гаджет будет стоить около 8000 долларов. Ну, то есть, Ами стоит как бы ушная хонда. Только на хонде вы разве что будете кататься из дома в сервис и обратно. И бездонно заливать топливо с прочими расходниками. Все же обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого вот гаджета. Ну, и если вам понравилось, то не забудьте, конечно, обязательно поставить лайк. А если вы хотите узнать много интересного о смартфонах, то нужно посмотреть обязательно вот эти вот ролики. Потому что они не только полезные, но еще веселые и интересные. Ну, и главное помните, что все самое интересное про коробки.